Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И мы продолжаем с вами обзорную экскурсию по проекту Imperial Club. Мы остановились на обзоре автотранспорта, который можно приобретать за Imperial Point, которые, в свою очередь, вы можете получить здесь просто за присутствие на этом проекте. Каждые 15 минут вам будут падать очки, которые вы можете потратить на транспорт, на вещи, ну, в общем, на ваш выбор. И вернулись в магазин для покупки собственного транспорта. Ну, а заодно и посмотрим, что же за транспорт представлен на этом проекте. Машин очень много, и что-либо про них говорить я, наверное, даже и не буду. Я просто напомню, что в предыдущей серии мы уже посмотрели ряд транспорта, который представлен здесь в магазине для обладателей VIP-ки. Мы посмотрели на транспорт, который могут приобретать люди, накопившие Imperial Point. Это два разных магазина, но со схожими автомобилями. Разница только в количестве этого транспорта. По уникальности я бы назвал их одинаковыми. Машинки, которые вы сейчас видите, это обычный магазин. Кстати, если вы заметили, то мы зашли в здание, красивое, остекленное, двухэтажное. В отличие от VIP-магазина, который почему-то на этом проекте расположен на крыльце здания, похожего больше на какой-то навес для сарая. Что я отметил как минус, конечно, для разработчиков, потому что это не очень, мне кажется, атмосферно и антуражно, когда VIP-транспорт, красивый, разрисованный, с очень интересными моделями, стоит под каким-то сараем, под навесом, я даже не знаю, как это назвать. Это крыльцо дома. А вот простой транспорт вынесен вот в такой вот красивый магазинчик. Я думаю, это какая-то вот нелепая недоработка этого проекта, потому что не складывается у меня впечатление, что вот там вот продается VIP-транспорт в сарае, а простой транспорт продается вот таким вот образом. Машинки вы сейчас видите. Машинок очень много, и я говорил о предыдущей серии этого обзора, что машин очень много на проекте. Мы еще и коснемся и грузового транспорта, который тоже очень интересен и тоже есть из чего выбрать. Но не транспорт интересен на этом проекте. Как интересна его экономика, которую мы затронули в предыдущей серии. И сейчас мы будем развивать дальше вот этот вот обзор именно экономической составляющей этого проекта. Действительно, она интересна. Если кто не смотрел, посмотрите первую часть. Там я разъяснял, как она из себя выглядит, что она из себя представляет. Ну и мы начали развиваться в этом направлении. В первой серии я разбил экономику данного проекта на 4 стадии. Пассивная и 3 активные. Пассивная представляет из себя просто стояние на проекте. Просто заходите, можете не фармить, можете ничем не заниматься. Вам будут падать империал-поинты, и на них вы можете себе приобретать. Следующее идет развитие начальное, чем мы и занимались. Я устроился на почтовую службу и совмещал ее параллельно с еще одной профессией. Это все показано в первой серии. Если интересно, посмотрите. Заработав какое-то количество денег, я перехожу на следующую стадию развития на этом проекте. И нет, ждать чего-то обособленного от этого проекта не стоит. Это обычный проект с обычными профессиями и обычной механикой сбора ресурсов. Для этого нам, конечно же, нужна машинка. Ну и пока вы смотрите машинки, которые, кстати, здесь интересны и есть из чего выбрать. Есть машинки, которые мне понравились еще на предыдущих моих обзорах другого проекта. В общем, из машинок здесь тоже есть чего повыбирать. Есть модификации, есть покраски. Все очень и очень замечательно. Особенно обратите внимание на багажники этих автомобилей. Они совсем не маленькие. И причем эти машины еще можно раскачать аж до 4000 слотов. А вот сама раскачка этих машин и то, как происходит здесь процесс сбора ресурсов, это и есть как раз-таки следующая стадия развития. Если вас не устраивает это, вы можете отодвинуться, откатиться обратно-назад на начальную стадию и, в общем-то, тоже неплохо себя чувствовать по финансам. Но если вы готовы к тяжелому фарму, а фарм здесь действительно тяжелый, я его сейчас покажу, это нельзя назвать легким. В некоторых моментах мне казалось, что даже My Life стоит где-то рядом и нервно курит. Потому что здесь это следующая степень развития. Напомню, что есть несколько степеней. Вы вообще можете не фармить и получать империал поинты и тратить на них. И покупать на них какие-то вещи и машины. А можете начать начальную стадию развития, которая очень доходна. Я показывал, как можно даже совмещать две профессии. Но можете продвигаться дальше. И вот я намерен продвинуться дальше. Естественно, для этого я покупаю машинку. Ну и как вы можете заметить, на этом проекте самая дорогая машина, самая хорошая и вместительная считается Урал. Она самая последняя, в ней больше всего слотов. Но я для, в общем-то, красоты картинки возьму яркий красивый автомобильчик. Тем более, что он мне очень понравился еще на предыдущем моем обзоре, где я на нем ездил. И там я его увидел, на самом деле, впервые. Эта машина выглядит точно так же и в жизни. Она двухцветная и очень яркая. Такая же машинка, кстати, присутствует и в игре Snow Rider. Кто играл в нее, тот знает. Там такая машина дается в самом начале. Это GMC. Очень прикольная машинка. Вот таким вот образом они, кстати, выглядят и в жизни. По какой-то причине этот грузовик всегда красится в два цвета. Ну, не знаю. Наверное, это политика компании GMC. Ну, а мы приобрели этот грузовичок и выдвигаемся дальше. Как раз вот к той самой стадии, про которую я говорил. И вот перед нами карта. Карта, куда нам стоит ехать. И вот находимся мы здесь. Уж извините, не помню, как называется этот город. Это первая точка. Как видите, нам надо проехать до точки 2 сбора нефрита через всю карту. Затем надо вернуться почти обратно на точку переработки. Как видите, она находится почти под тем столичным городом. После переработки надо ехать на точку продажи, которая находится вообще в самом дальнем углу этой карты. Ну, и возвращаемся уже не в столичный город, а хотя бы до ближайшего гаража. Так вот, по моим скромным подсчетам, пробег составит свыше 70 километров. Ну, и если быть до конца честным, таких длинных пробегов я не видел ни на одном проекте. Это первый в моей истории проект, где вот точки развросы, ну, просто на гигантском расстоянии друг от друга. И я, наверное, даже не буду давать какой-то оценки тому, что я вам сейчас показал. На основании той простой причины, что когда-то я был новичком, и мне очень нравилось передвигаться от точки до точки на машине, менять машины, продвигаться по этой лестнице, покупать более мощные машины и ездить на более дальние расстояния. Мне это нравилось. И я уверен, что среди моих зрителей найдутся люди, которые, может быть, недавно посмотрели какой-то проект, зашли на него, и им это нравится. А может быть, нравится уже и старичкам гонять по карте на большие расстояния. Ну, а что касаемо меня, то нет. Мне это уже не нравится, по той простой причине, что это убивает очень много времени. Ну, и вот мы дошли до того момента, когда происходит сам процесс фарма. Как я и говорил, на этом проекте стоит полная автоматизация. То есть и подбор ресурсов, и работа персонажа, все автоматизировано. Вы нажимаете один раз кнопку, и пошел сбор ресурсов. Ваше участие здесь минимально. Один раз нажимаете кнопку, и дальше стоите, наблюдаете, радуетесь тому, как ваш персонаж трудится. Всегда и на всех проектах я приветствую автоматизацию сбора ресурсов. По той простой причине, что это дает возможность игроку отдохнуть. Сходить, налить себе чайку, кофейку, может быть, сходить по нужде. Отвлечься, а не работать. Действительно, не пахать еще одну смену. Нажал одну кнопку, и стой, смотри, как твой персонаж работает, а игрок отдыхает, наслаждается видом того, что он видит. Тем более, что точки добычи, как вы видели, я только что показал, здесь переработаны, сделаны антуражно, и, в общем-то, есть на что посмотреть. А вот о скорости сбора ресурсов я сказать хорошего практически ничего не могу. Скорость сбора ресурсов сейчас перед вашими глазами. От випки скорость не зависит. Зависит только количество. Если у вас нет випки, вам будет выпадать ресурс, рандомляясь от 1 до 3 единиц. Если у вас есть випка, то от 3 до 6 единиц будет рандом. Ну, естественно, вы будете собирать быстрее с випом, чем без випа. Но собрать полторы или 1700, а то и 4000 слотов, вот при такой вот скорости и при таком количестве выпадения ресурсов, ну, это дело, я вам скажу, совсем нелегкое. Ну, и последним гвоздем в крышку гроба моего предпринимательского развития на этом проекте стала точка переработки. И если к самой точке переработки, к дизайну ее у меня вопросов нет, то вот к скорости переработки ресурсов у меня есть большие вопросы. В первой серии этого обзора я говорил, что экономика, с одной стороны, облегчена, и вот вам доказательства того, что она облегчена. Лицензии никакие не требуются. Вам не нужны ни лицензии ни на машины, ни лицензии на переработку, добычу и тому подобное. А с другой стороны, она усложнена. И вот оно усложнение. Я специально сейчас не буду делать никакого монтажа, и одним кадром постараюсь показать вам всю переработку от начала до конца. Можете даже засечь время. Более длинного процесса переработки я не встречал. Вот здесь, на этом проекте, я встретил пробеги, ну просто конские пробеги, от точки до точки. И самую, на мой взгляд, длинную, долгую переработку ресурса. И был проект MyLife, где тоже переработка одно время занимала какое-то длительное время. Но даже MyLife не стоит рядом. Потому что здесь, ну, представьте себе машину, вот я, например, перерабатывал по 11 элементов, но у меня был маленький мешочек. Но даже большой мешок не спасет вас. Потому что скорость, она будет все равно вот такая. Да, вы несколько меньше подходов сделаете, чем я со своей маленькой сумочкой. Но, тем не менее, вы времени здесь убьете просто огромное количество. Ну и вот, перед вами сейчас вся скорость переработки. От самого начала до самого конца. Не будем даже брать перекладывание ресурсов с места на место. Просто сама скорость переработки. Сам вот этот вот тайминг. Ну, я действительно не кривлю душой. Я не видел ни разу, ни на одном проекте более длительного процесса переработки. И тем не менее, все, что я сейчас сказал и показал про добычу ресурсов, километраж и переработку, имеет отношение к первой серии этого обзора. Если кто не посмотрел, посмотрите. Там я объяснял, что экономика здесь с одной стороны слишком простая, с другой стороны слишком тяжелая. Вот я вам сейчас показываю тяжелую сторону этой экономики. Но есть и легкий способ. Так, например, зарабатывая начальной работой деньги, вы можете совмещать две работы сразу. Я это показывал в первой серии. И еще одно, что вы можете вообще не заниматься фармом, а просто присутствовать на этом проекте. И, в общем-то, существовать на империал-пойнты, которые вам будут капать за то, что вы находитесь на этом проекте. Таким образом, мы видим экономику и со сложной стороны, с очень сложной стороны, я бы даже сказал, и есть очень легкая сторона, которая не требует от вас вообще ничего. Ну, а если вы не испугливых, и трудности вас не останавливают, поздравляю, для вас открываются новые горизонты, в прямом и переносном смысле. На этом проекте есть целый остров, для того, чтобы вы могли заниматься добычей ресурсов и последующим крафтом из этих ресурсов каких-то изделий. И это действительно клондайк, для тех, кто любит участвовать в экономике проекта, кто любит заниматься добычей ресурсов, кто любит делать из этого какие-то изделия, то есть заниматься крафтом. И это, я считаю, одно из уникальных решений, по крайней мере, авторов вот этого проекта, это выделение целого огромного острова именно для нужд игроков, которые ищут себя именно вот в гражданском направлении, в сфере развития бизнеса, партнерства, ну и тому подобное. Для тех, кто, ну, не заинтересован в пострелушках и каких-то конфликтных ситуациях, для, так сказать, мирного населения этого проекта. Данный остров просто изобилует какими-то заводами, предприятиями, уникальными точками добычи и уникальными ресурсами. Вот на данный момент я хочу вам показать одну из красивейших точек этого проекта в целом, ну и этого острова. Это точка добычи серы. Вот этот вот заросший, застывший, старый вулкан. На одном из своих обзоров я показывал нечто подобное, но там был вулкан, но он находился на карте Тонова, на которой изначально стоят погасшие вулканы. На этой же карте его воссоздали. Естественно, что на Алтисе его не было. Его сделали. И посмотрите, как эпично это выглядит. Само жерло вулкана, где непосредственно мы будем добывать серу, ведет серпантин, по которому надо добираться туда на автотранспорте. На вертолете туда подлетать, в принципе, нельзя. Я попробовал и все начало рябить. Но, в принципе, с вертолетом ничего не произошло. Но рисковать я не стал. Ну и даже если туда можно на вертолете, я думаю, это будет не особо честно. Но, несмотря на эпичность этой точки добычи серы, этот остров пестрит с всевозможными заводами, производствами, переработками. Большинство из них даже не повторяется. Я хотел бы вам показать все и облететь весь этот остров, показать вам все достопримечательности, но, поверьте, это займет огромное количество времени, а у меня его, к сожалению, не так много. И на этом, я думаю, надо завершать экономическую составляющую этого проекта и переходить к интересным решениям и развлечениям. Помимо экономической составляющей, у меня было наснято очень много всевозможного и разного материала. И про организацию этого проекта, и про их досуг, и про то, чем кто дышит. Но, к сожалению, даже в две серии мне не уложиться. Материала очень много, это арба, здесь можно снимать и рассказывать, по-моему, вечность. Но вот об одном уникальном ивенте, который интегрирован в саму игру и не требует участия администрации, мне бы хотелось заострить внимание. Как вы видите, собираются люди вокруг определенной таблички. Вот эта табличка и есть этот самый интегрированный в игру ивент. Все, что от вас требуется, это собрать минимум 7 человек, ну а максимум я не видел. Мы заходили и по 10 человек. Как только собирается и регистрируется не менее 7 человек, ивент автоматически включается. А что же он из себя представляет? А представляет он из себя симуляцию игры Побег из Таркова. Ну только в данной версии он называется Escape from Altis. Ну и вот начинается игра. Как видите, нас забрасывает на остров, который в армии принято называть Крымом. Абсолютно в рандомное место. И у нас горит в правом верхнем углу три названия. Это названия выходов. Выходы с карты у всех разные. Ну а далее же, как и в одноименной игре, нам предстоит лутаться. Искать себе шмотки, искать себе оружие, амуницию и всевозможный лут. Все, что вы найдете на этой карте за это время, времени здесь дается очень много, все при выходе превратится в деньги. К великому сожалению, со мной случился небольшой баг. Как видите, я не могу бежать, и у меня все время висит табличка, что я перегружен. А этот баг случился в тот момент, когда мы регистрируемся в игру. Там стоит шкафчик, в который все игроки, которые проходят регистрацию, складывают свои вещи. На этот остров вы попадаете вот в таком состоянии. В оранжевом костюме, который я скинул и бегаю в трусах. Так вот, когда я отдавал свои вещи, у меня лежал непереработанный нефрит. По-моему, там 15 единиц. Вещи я сдал, но игра считает, что я ношу с собой этот нефрит, но не имею сумки. Поэтому я бегаю с перегрузом. Но этот факт не сильно меня огорчил, так как я встретил знакомого, и мы уже поехали с ним вместе. Как вы можете заметить, что он-то уже залутался по полной. Нашел и транспорт, и амуницию, и оружие. Игрой это не запрещается. Если вы договорились и увидели кого-то, и не хотите стреляться, вы можете объединиться. Это все разрешено. Другой момент, что лут придется делить на двоих, и точки выхода у каждого свои. Поэтому все равно в какой-то момент вам придется разойтись. Первым мы нашли выход моего друга, и потом я проследовал дальше искать свой выход уже в одиночку. Как и в Таркове, возле выхода вас могут кемперить. Поэтому надо быть осторожным. И проверять каждый угол. Выходы из игры обозначены зеленым дымом. Заходим в зеленый дым, и если пошел отчет, значит вы нашли свой выход. После отчета таймера вы появляетесь в том же месте, откуда все начиналось. И как я и говорил, происходит конвертация вашего лута в внутриигровую валюту. Но кроме игровой валюты, вы еще и получаете некие очки престижа. На эти очки престижа в дальнейшем можно купить себе амуницию. Ну а количество лута, очков престижа и тому подобное, все, что начисляется после выхода, зависит от того, что вы делали там в игре, сколько вы человек убили, сколько времени вы там провели. Все это учитывается. Каждая мелочь. Ну а вот и магазин с амуницией. Как видите, у меня всего 50 очков престижа. Ну а далее уже идет по возрастающей. И это то, в чем вы будете начинать следующую игру. То есть не как я в трусах, а если у вас уже накоплено какое-то количество, вы покупаете вот эту вот изначальную амуницию и начинаете игру уже вот в ней. Таким образом, эта игра является не только способом развлечься, постреляться, побегать, поиграть, а еще и способ заработка, потому что некоторые люди отсюда выносили по 5 миллионов внутриигровой валюты. Мне же удалось вытащить всего 750 тысяч. Ну я провел там не очень много времени. Ну а если говорить в целом про этот ивент, который интегрирован в игру и не требует участия никакой администрации, действительно уникальная вещь. Создана она именно разработчиками этого проекта с нуля. Сами написали, сами внедрили, сами тестировали. Она уникальная. Такого больше не встретим нигде. Ну а по интересности я скажу, что она интересная. Я побегал, мне было интересно. Как минимум, это отличается от остальных проектов. Такого вы не увидите нигде. Я много хожу по проектам и насмотрелся на многое. Я был в аномальных зонах, охотился на кабана, стрелял по каравану из машин, искал артефакты. Но подобного я не встречал. Было нечто похожее на проекте, когда-то назывался он Новос, но там подобное организовывали администрации. Здесь же, как я еще раз скажу, вмешательство администрации не требуется. Нужно минимум семь человек встали, зарегистрировались, играем. Все. И тут, знаете, можно порассуждать. Кому-то, может быть, понравился подобный ивент, кому-то нет. Но одно бесспорно, что подобного масштаба ивент, вшитый в игру и не требующий вмешательства администрации, заслуживает уважения. Тем более, что ребята это написали самостоятельно. Ни у кого ничего не сперли, не скачали, все сделали с нуля. Да, есть еще косячки. Да, можно придраться к натуражности, к атмосферности, каких-то, может быть, не хватает красот. Но, тем не менее, это играбельно, это интересует народ, и люди играют в это с удовольствием. Ну, я, наверное, буду подводить какой-то итог того, что я вам показал. И поверьте, я показал вам всего 40% отснятого материала. Одно только то, с какими людьми я здесь играл, общался, фармил, разговаривал, беседовал, кто-то мне помогал, кто-то подсказывал. Одно только это стоит отдельной серии. Поверьте, действительно, здесь интересные люди, очень доброжелательные и отзывчивые. У меня отснято очень много материала по РП, которое здесь играется. У меня огромное количество снятого красивого ландшафта этой карты. Но все это, к сожалению, я не смогу вам показать в двух сериях. Но вы вполне можете зайти на этот проект и посмотреть на все это своими глазами. А может быть, даже увидеть больше, чем я. Ну, а если подводить некий итог того, что я здесь увидел, чем занимался, с кем общался, то, наверное, общими словами можно сказать, что да, проект стоящий. Да, он не лишен каких-то своих изъянов, косяков и над многим еще можно поработать. Что-то можно исправить, что-то подправить, где-то, может быть, навести красоту, каким-то образом поработать, может быть, еще и над поднятием FPS. Но в целом проект мне понравился. Здесь и есть интересные фишки, интересные какие-то внедренные суда, механики, которых я, может быть, раньше не видел. Атмосфера взаимопонимания и дружелюбности мне тоже здесь очень понравилась. Я не встретил здесь ни одного неадекватного человека. Я, как всегда и говорю, не могу ручаться за то, кто придет сюда и какой РП здесь будут играть завтра, какие люди сюда придут. За это я ручаться не могу. Но то, что я увидел, мне понравилось. Понравилось и визуально, и понравилось общение с людьми, которые играют на этом проекте. Также надо упомянуть, наверное, и о стабильности этого проекта. Все же таки два года в онлайне это о многом говорит. Я видел в своей жизни проекты, которые закрывались после месяца существования, а были проекты, которые закрывались и через две недели. Этому проекту уже два года. И он по-прежнему открыт. Заходите и играйте. Получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok